Ах, ну и речи сон, Субтитры подогнал «Симон» Но вечным сном, пока я сплю, моя любовь не умирает, и ею, братья, вас молю, да каждый к Господу взывает. Господь, в тот день, когда труба вострубит мира представления, прими усопшего раба в Твои блаженные селения. Субтитры подогнал «Симон» из цикла «Мост над классикой» или «Великие музыкальные произведения». И посвящается сегодняшний вебинар шедевру русской и мировой музыкальной культуры Кантати Сергея Ивановича Танеева и Аан Дамаскин. Гений Танеева несправедливо забыт, но современники Танеева по достоинству оценивали его всевозможные дарования. И как лучшего музыкального педагога, директора Московской консерватории, воспитавших таких композиторов, которые осветили русскую музыкальную культуру на весь мир. И как великого просветителя, создавшего труды, подвижной контрапункт. И как первоклассного пианиста, первоисполнителя сочинения своего педагога Петра Ильича Чайковского, его фортепианных концертов. И, конечно же, своей гениальной музыкой и в оперном жанре, и в симфоническом, и в камерном, и в хоровом. И в то же время, в первую очередь, Танеев для нас автор шедевра русской православной кантаты Иоанн Дамаскин. Танеев для нас автор шедевра русской православной кантаты Иоанн Дамаскин. Танеев для нас автор шедевра русской православной кантаты Иоанн Дамаскин. Танеев для нас автор шедевра русской православной кантаты Иоанн Дамаскин. Танеев для нас автор шедевра русской православной кантаты Иоанн Дамаскин. Танеев для нас автор шедевра русской православной кантаты Иоанн Дамаскин. Танеев для нас автор шедевра русской православной кантаты Иоанн Дамаскин. Танеев для нас автор шедевра русской православной кантаты Иоанн Дамаскин. Танеев для нас автор шедевра русской православной кантаты Иоанн Дамаскин. Танеев для нас автор шедевра русской православной кантаты Иоанн Дамаскин. Танеев для нас автор шедевра русской православной кантаты Иоанн Дамаскин. Танеев для нас автор шедевра русской православной кантаты Иоанн Дамаскин. Танеев для нас автор шедевра русской православной кантаты Иоанн Дамаскин. Танеев для нас автор шедевра русской православной кантаты Иоанн Дамаскин. Контакта Иоанн Дамаскин посвящена учителю Танеева Николаю Рубинштейну. Через год после смерти великого музыканта Николая Рубинштейна Петр Ильич Чехковский написал свой поминальный реквием «Трио памяти великого художника». И Сергей Иванович Танеев также принял участие в исполнении этого трио. И после того, как он вдохновился этим музыкальным произведением, Танеев также решил написать уже свой поминальный реквием памяти Николая Рубинштейна. Давайте послушаем трио Петра Ильича Чехковского в памяти великого художника, написанного как посмертная память Николая Рубинштейна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дамаскин. Субтитры создавал DimaTorzok Источник знаний Родители юноши были христианами Поэтому они крестили своего сына с именем Иоанн и воспитали христианской вере. Халиф знал об этом и тем не менее благоволил к Иоанну за его ум и честность. Тем временем в христианской Византии распространилась иконоборческая ересь. По велению императора Ильва III уничтожались иконы и фрески. Узнав об этом, Иоанн Дамаскин встал на защиту иконопочитания и написал три трактата под общим названием «Против предстоящих святые иконы». Мудрые рассуждения молодого богослова дошли и до императора Византии и произвели сильное впечатление на христиан, а императора привели в ярость. Он решил оклеветать и уничтожить Иоанна Дамаскина, который непрошно заступался за святыни. И вскору он через посредника представил халифу поддельное письмо, будто бы написанное Иоанном. И не пожелав узнать истину, халиф, не поверив на ветву, приказал лишить Иоанна Дамаскина должности и отрубить ему кисть правой руки, повесить ее на площади в назидание к своим подданным. Приказ халифа был приведен в исполнение. Но каково же было удивление жителей города, когда на следующий день они увидели Иоанна, как ни в чем не бывало идущего на рынок за провизией. Все дело в том, что по молитвам Иоанна Дамаскина Пресвятая Богородица сделала его руку снова здоровой. Впоследствии в честь этого события и появилась икона Богоматери Триручица. Узнав о чудесном исселении опального советника, халиф решил возвратить Иоанну прежний сан. Но Иоанн не захотел оставаться при дворе халифа и удалился в Иерусалим в монастырь Святого Сава Священного. Игумен монастыря, конечно же, с радостью принял свою обитель знаменитого и уважаемого послушника. Зная, что Иоанн Дамаскин – человек мудрый и знатный, никто из насельников монастыря не соглашался стать для него духовным наставником. И все-таки нашелся один старец простой душой и строгий нравом. Он велел Иоанну забыть все мирские науки, перестать писать книги, музыку и дать обет молчания и сихазм, выполняя при этом самую тяжелую физическую работу. И многие годы Иоанн Дамаскин нес это тяжелое послушание в полной немоте, в полном молчании и сихазме. Он каждый день делал изнурительный физический труд. Но однажды в монастыре умер инок. Его брат сильно горевал и умолял Иоанна Дамаскина написать надгробную поминальную песню. Иоанн, конечно же, сначала отказывался, не жалая нарушить запрет старца. Но потом из милосердия уступил просьбам и сочинил тропари, песнопения, которые и теперь поются в церкви. Узнав об этом, старец строго наказал непокорного послушника. А через несколько дней этому старцу во сне явилась Пресвятая Дева Богородица. «Не препятствуй источнику течь», — сказала Божья Матерь. «Он всю вселенную напоит». Весь день старец размышлял над тем, что мог значить этот сон. А вечером, увидев своего послушника, смиренно убиравшегося в храме, вдруг понял. «Вот он, тот источник, о котором говорила Богородица». С того времени преподобный Иоанн Дамаскин начал беспрепятственно писать духовные книги и церковные песнопения. «Сочиненные им пасхальные службы, каноны на Рождество Христово, на Богоявление, на Вознесение до сих пор питают нас, словно живая вода из святого источника». Давайте послушаем пасхальный канон Иоанна Дамаскина. «Он, что мы говорили, Богоявление, на Вознесение до сих пор питают нас, словно живая вода из святого источника». Субтитры подогнали Симон. 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 Янд Маскин. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.